Здравствуйте. Я, честно говоря, к вам. Ух ты, какая роспись шикарная. Да, это роспись судьи у нас такая. Ммм? Буква Z? Что, серьезно? Что? Нет, не шутим же. Это просто в соответствии сэконом, это не я. Зоро! Не двигайтесь. Я обучалась фехтованию с раннего детства. Так старалась, что раз, два, три. Три движения сделала. Неплохо? Весьма неплохо. У вас тут так весело это. Я только хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву Z. Где? На лбу могу себе нарисовать галочку. Кому? Себе. Себе? За крючку поставить. Не, мы натягивать не будем. Здравствуйте, Ирина Петровна. Я просто на ваш канал подписывал. Не надо из меня кумира делать, а место встречи изменить нельзя. Так, и что? Когда будет готово? Давайте я сейчас сам скажу, что у вас времени нет, я сам скажу. Он сейчас занят. Свободится. Что там? Много времени надо. Зашел на этаж, еще один человек прибавился. Зашел на другой этаж, еще один человек прибавился. Так, глядишь, черные мантины на нашу сторону будут переходить. Все они просто так. Это откуда говорили, с левого плеча или справа? Дело каша. Следует, что Матюшенко является потерпевшей. Ура, король Елене Петровне попал. Какая приятная женщина. Родственница Чеха? А булгаковых у вас нету тут? Американский штат суда. Действительно мировая, мировая женщина. Ахалай-махалай. Живой мужчина. Ахалай-махалай, этого ничего не получится. Все бы так решали. Вот эту штуку сними с груди. Перестань сам на себе крест ставить. Красота вообще. Нас всех называют физическими лицами. Гражданинами. Нет, не шутим же. По самовольному подключению они дело отправили в Шургутский городской суд. А Чалая, короче, определила, не подлежит рассмотрению в этот, в мировой перенаправил. Они сейчас будут перепихтином заниматься. Удовлетворить-то они не могут. Доказательств нет. Они видят прекрасно, что доказательств нет. Вот, перепихивать сейчас. Так она об этом и указала, что там ни расследования, ни экспертизы, ни опрос свидетелей, ничего не было. Совершенно верно. Там есть ссылка только что, какие-то свидетели. А опроса не было. И как принимать решение? Ну, я прям зашел к ней в кабинет. Ну, не зашел, открыл дверь и говорю, благодарствую вам, поздравляю вас с назначением. Она год назад назначена. Она улыбалась такая радостная. Говорит, а что я? А я, говорит, все по закону поступило. Я говорю, ну вот, с этим мы поздравляем, что наконец начали по закону действовать. Если будем все по закону действовать, мы будем, извините, жить нормально. По Матюшенке-то тоже надо вопрос решать. Кто он такой? На основании чего он действует? Кто его наделил полномочиями? Сначала, здесь же смотри, здесь все просто. Сначала наделяют полномочиями управляющую компанию, потом начинают действовать все остальные. Если управляющая компания не наделена полномочиями, значит, все остальные не наделены полномочиями. Вопрос остался открытым. Кто наделил полномочиями управляющих компаний? Кто? Если они сами себя наделили полномочиями, то есть, позанимались самоуправством, правильно? Угу. То есть, все дальнейшие действия у них самоуправные, они не могут быть другими. Поехали. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Сигнализация. Тут кто-то пристал вывозил. Так, якобы судье Бурлуцкому на ознакомление с материалами дела. Без документов никак? Никак. Без документов никак, вы уже знаете. Ну, мало ли, у вас каждый день же в разный порядок. Такой порядок меняется. Такой порядок, который меняется каждый день, да? Без оборотов на меня. Нима рамки можно байдить? Можно. Ну, напишите. Ну, можно, туда же, да. Под примуждением под ваши ответы. Нет масочки, да? Что, опять? А? Опять? Да, маску. Ну. Здравствуйте. Под примуждением под ваш ответственность. А я вижу вам это удовольствие, да, доставлять? Да почему вы? Ну, тебе хоть что-то мне что-то. Ну, как? Ну, так снимите. А почему, блин? Так снимите. Если удовольствия не доставлять. Видео-то не смотрели? А нет. Время не смотрели. Это ясно, что нет. Но, если смотрели, на видео видно, что Чех, Бурлуцкий, Курлуджи и многие другие ходят без маски. Мы снимем, мы вот, гражданин, которые заходят. А я не гражданин. Я не гражданин. Благодарствую. Так. Не, мы натягивать не будем. Я вот так сделаю. Ну, товарищи. Сделай, сделай, не волнуйся. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Петровна. Здравствуйте. Чего не здороваетесь? Нет. Здравствуйте. Материалом дела можно ознакомиться? Вам звонить? А что звонить? Утрень не прошло. Ну, вам... Я просто даже не знаю, где ваше заявление. Я не знаю. Куда вы писали? Как куда? Да, справа судья. Как всегда. Есть виноват заявление? Должно быть. Даже повторное проблевание. Даже после повторного утрень не прошло. А не подскажете кабинет Чалой здесь, на этом этаже? На втором. По времени долго, я успею туда сходить? Да. Или здесь, подожди? Подождите, мы сейчас выясним. Добро. Жду. Здравствуйте. Я, честно говоря, откидывал. Я просто на ваш канал подписан. Смотрю информацию. Благодарствую. Рекшн. Санитин. И какой-то стебельный знак. Почти как умерло. Услышал голос на первом этаже. Не надо из меня делать кумира. Я понимаю. Ну, просто что-то такое. Знаете, я никогда не думал, что я с вами встречусь. И тут неожиданно голос услышал знакомый. Посмотрю, это вы побежали. И я за вами. Давай, где же вы? Поближе посмотрю. Это где я услышал? На первом этаже? Да, я там все делал. А ты за нами бежал? Да. Поэтому я так запухался. Здравствуйте. Не надо из меня кумира делать. А место встречи изменить нельзя. Ну, это хорошо. Не, не буду кумир. Но я не знаю, как еще это объяснить. Просто что удивлен встречей. Пример может быть. Учитель, ученик. И учитель и ученик одновременно. Давай, пока есть возможность, пообщаемся. Вопросы есть? Мне очень понравилось про то, где ты ходил в ЖКУ или как он? В ЖКХ. В ЖКХ, да. Ну, когда там спросил этот договор. Ага. А, там смотрел договор, страницы, почему страницы не подписаны? Почему там? Так это еще, знаешь, это мелочи. Ты посмотри видео Виктора Богданова, как он там этот протокол и договор в пух и прах разбивает. Все согласно нормам законодательства РФ. Ну, я тоже смотрю и «Думай сам». У нас тоже недавно был ролик-то на двоих общения. Потом этот живой человек Игорь. Слезы так потихоньку, время есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже и по векселянам тоже читаю, смотрю. А, кто там? Ну, нет такого. Есть живой мужчина, хозяин у меня, Антон. Удивление ваше регистрировано. Резолюцию судья поставят, я вам позвоню. Так, давайте я сейчас зайду, он поставит. Ну, в любом случае мне нужно будет подготовить. Подготовьте, пожалуйста. Ну, сейчас я не могу этим заняться. Я вам позвоню, вы придете. Так у вас три дня было, даже четыре. Второго июня зарегистрировано. Ну, а сегодня какое? Ну, сегодня какое у нас число? Нет, а отправлено какого? Зарегистрировано второго числа, не принеси мне только что. Сегодня какой день, неделя? Четверг? Четверг, да. Четверг? А отправлено в понедельник? Нет, даже в воскресенье. В воскресенье вечером отправлено. Я не буду с вами спорить. Вот смотрите, второго числа, вот они. Второго числа зарегистрированы все ваши заявления. Вот они все. Я вам позвоню. Познакомьтесь. Второго числа. Адатировано первым июня. Так, и что? Когда будет готово? Ну, я вам позвоню, как результат. Так вы же никогда не звоните. Почему я не звоню? Я всегда звоню. По поводу... Я всегда вам звоню. Не надо. А когда после не развонить? Именно электронку я вам отправляю. Это да, это я вас поблагодарствую в ответ. Ну, все. Я вам позвоню, сразу придете. Ну, а примерно это сколько займет? День, два? Если он сегодня заберет, подпишет, я вам позвоню сегодня. Давайте я сейчас сам скажу, что у вас времени нет, я сам скажу. У меня времени много. Он сейчас занят. Освободится. В чем проблема? Что там за корючку поставить? Что там? Много времени надо? Десять секунд и все, я вышел. Татьяна Анатольевна. Он сейчас занят. Что вы постоянно препятствуете, я не понимаю. Я не препятствую. У меня заявление только сейчас поступило. Да я понимаю вашу загрузку. Только сейчас подняли. Нет, Татьяна Анатольевна. Я понимаю вашу загрузку, но ваша загрузка зависит от решений черных мантий. Это не наши с вами, это как терки. Проблема выше находится или ниже, я не знаю. Не у нас с вами. Благодарствую. Жду звонка. Что, пойдем на второй. Там еще один. Ты что, по делу или уже уходишь? Нет, я с тобой прогрессить не против. А, почти. Вот каждый раз так, да? Зашел на этаж, еще один человек прибавился. Пошел на другой этаж, еще один человек прибавился. Так, глядишь, черные мантии на нашу сторону будут приходить. Прикинь, черные мантии. Раз, раз, раз. Уже происходит. Ты просто не знаешь, что за, скажем так, за кулисами. Я же не все освещаю. Много чего скрытое осталось за кадром, как говорится. Здравствуйте, а не подскажете, чало, какой кабинет? Так, каждый раз. Здравствуйте. А можно ознакомиться с материалом дела? Жду. Все, не просто так. Я с самого утра хотел сюда поехать, но что-то все сдерживал, как будто так внутренне говорил, не надо, не иди, не оставь это. Я прям привыкнул. Это откуда говорили, с левого плеча или справа? Ну, это так, многие люди говорят, что бывает все в жизни, но все не просто так. И при чувстве там себя, надо слушать свою интуицию, что-то в этом роде. И вот я полдня дома просидел, просто любые способы, ну, надумывал разные проблемы, лишь бы не ехать и не ехать, не ехать. Потом все-таки решился. Все равно было предчувствие не очень, что почему-то ничего не получится, ничего не выйдет сегодня безрезультатно съезжу, ну, из-за риска, из-за бумаги. Ну, так и получилось. Приехал безрезультатно, но тоже решил сразу не уезжать, тоже что-то держал, и тут раз, и ты появился. Какое удивительное падение. Ждем, ждем, ждем. Сейчас? Сейчас я пришел знакомиться с материалом дела по моему иску к ДСВЖР, к ЖКХшникам вот этим, по поводу незаконного отключения. Ну, видишь, материал уже четвертый день, никак это не могут подготовить. Дело каша. Через защитника? Вот. А потом ЧАЛы, они же, ДСВЖР подали это. Административное дело возбудили о якобы самовольном подключении к электричеству. И материал уже здесь находится. То есть, они протокол составили, там, это, 9.17 или 17.9, не помню, короче, протокол. Вот. Здесь находится. Тоже знакомый с материалом дела. То есть, якобы ты сам дал, и у тебя подключил. Ну, да, при этом, это, ну, там, потом озвучивать. Там такие чудеса творятся вообще. Почему-то по этому протоколу следует, что Матюшенко является потерпевшим. А? А? А к нам? Я не слышу, не понимаю. К нам? Да, к вам. Да, к вам. Ознакомиться с материалом дела. Какие? А там персона Булгаков Антон Николаевич, точнее, Антон Николаевич Булгаков и этот. Административное дело по самовольному подключению. Так, ну, да. Якобы самовольному. Первая инстанция обжалования. Первая, первая. Фамилия Персоны Булгаков. Дело у нас передано по подсудности, мировой суд. Как мировой? У вас же на этом. Нам пришло, но передано оно по подсудности в мировой суд. А где определение? Ознакомьтесь. Определение направили вам по почте, а могу вручить лично. Да я сфоткаю, да и все. Мне его нужно выкатить и вам вручить тогда. У меня его сейчас нету. Сейчас тогда подождите. Давайте, жду. Сейчас я поспешу в определяшку. Апределяшку? А это передали давно? А первого числа. А что, на сайте до сих пор информация не отображается? Не знаю. Не знаю почему. А в мировом нету? У нас сейчас просто немножко все висит. База висит. Нет, база висит. Поэтому, возможно, на сайте не отображается. Так. Ваши податайства к нам поступили только сегодня. Поэтому мы вам подготовили ответ. Еще не успели просто отправить. Вот. Могу вам вручить. Это ваш экземпляр. Так. Здесь мне на нашем экземпляре напишите. Ух ты. Какая роспись шикарная. Это роспись судьи у нас такая. Что, серьезно? Что? Нет, нет. Не шутим же. Неплохо. Весьма неплохо. Что? Нет, нет. Не шутим же. Так. Мне нужно будет, чтобы вы мне здесь написали, что получили данный ответ. А это что? Это буква Ч или что? Это З или что? Ну, судья Чалая. Значит, ее такая... А можно как-то с паспортом ее посмотреть? Не извращайся. Никто тебе не даст паспорт. Так. Один ваш экземпляр. Один. Так отчего? Это же уведомление просто. На ответ на ваши податайства, которые вы нам прислали. К нам они поступили только лишь сегодня. Ура! Король Елене Петровне попал. Не смотрели видео? Нет. Посмотрите. Я поэтому даже вас сидеть и спросила, кто вы, что вы. Да. Не знаете. Работы много. Да. Не все это знают. Тоже трудов много. Так что, получается, полицейские не туда передали, что ли? Да. Чех Елена Владимировна, это кто из вас? Родственница Чеха? Нет, однофамилец. Однофамилец? Точно? А то в прокуратуре тоже всякие однофамильцы бывают. Да. Да? А Булгаковых у вас нету тут? Ну, к сожалению, нет. Хотите штаты пополнить наши? Соединенные? Американские? Все по правде? Штат-суда. Американский штат-суда. У тебя же есть черный халат? Нет, он у меня темно-синий. Не путай. Не из другой гильдии. Сейчас я вчитаюсь. Читайте. Слово не дороги никуда. Так это просто же уведомление. Но вы же просили вам, если что, познакомиться, дать ответ вам. Нет, ответ мне не нужен. Вы мне на словах дали. Это и так же ясно. Но, в любом случае. Ответ я вам вручить должна, что вы? Мы считаем, что выручили. Мне определение нужно. Вот за определение? Давайте. Ну вы же письменный ответ-то наш. Мы же старались, писали вам. Я вижу, как чек старалась. Ой, это, чало и старалась. Так старалась, что раз, два, три. Три движения сделала. Неплохо. Очень постаралась. Где-нибудь такую роспись видел? Круче, чем постаралась. А почему не галочка, действительно? В следующий раз будет галочка. Какой я вам галочку нарисовать хотите? Где-нибудь я могу себе на лбу. Вылетим на любом. Где? На лбу могу себе нарисовать галочку. Кому? Себе. Себе? Да, если вы хотите галочку. А зачем? Я только хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву Z. Ромсервис. Наверняка почуял неладное. М? Буква Z? Определение. Определение вам вручаю. Расписочку заполнивайте. Ну я тогда это. У вас тут так весело это. Немножко. Поприсутствую. Один номер дела. Не присвоен? Так, а как у нее имя, отчество? ЕВ. Елена Валерьевна. А что Елена Валерьевна не взялась? Ну потому что это не наша подсудность. Вы не хотите, чтобы мировом суде распятывалось? Не, я очень хочу. Вы что, там король Елена Петровна. Вот это действительно мировая. Мировая женщина. Несмотря на то, что кавычках судья. Ой, ну. Красота вообще. Она, по сути, отказала в принятии административных дел. А тут уже другая. Тут уже раз, два, три, четыре, пять. Пять движений. Это вообще это... Пять движений, Миша? Это даже там... Это какой-то этот... Ну как бык, грубо говоря. Нет, бык это мужского пола. Ты не путай. Ну похоже. Так, и что? Сейчас напишем. Ну тогда мы вам по почте его направим. Хорошо? Добро, добро. Не, я получаюсь готов. Я не хочу расписываться за ответ. Ну, мне же надо как-то, чтобы получили. Ну, еще и по почте можем направить такое же. Да вон, по электронке отправьте до сюда. Это же юридическая сила не имеет. Что это? Это просто ответ. Это внепроцессуальный этот, ответ называется. Ну, хорошо. Давайте на электронку. Ну? И по почте. Благодарствую. Ну, расписочку. До свидания. А еще раз имя общества напомните. Елена? Елена Валерьевна. Валерьевна. Пойду поблагодарствую за такое решение. Все бы так решали. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарствую за ваше решение. За какое? Вынесли определение о перенаправлении административного дела по самовольному подключению по УК ДСЖР в мировой суд. Это просто в соответствии с законом? Это не я. Это называется «наконец-то начали поступать в соответствии с законом». Ага. Благодарствую. И поздравляю вас с назначением год назад. До свидания. Вот так. Надо разговаривать и действовать. Сейчас. Вон, видишь, новые приходят какие. Не то ж третьи всякие. У тебя есть дела какие-то? Нет. Ну да, у меня есть просьба и пара. Давай, давай, давай. Ну, во-первых, я... На улице или здесь? Да здесь лучше. Че? Сфоткаться. А, давай. Ну, по неприставу. Привет. Привет. Да, и еще вот вопрос. По этому поводу можно на улице пообщаться? Да, мы все будем вместе. Все, пойдем. До свидания. Все хорошо. Какая приятная женщина. Я даже пожалел, что она такое решение приняла. Ну ладно, король Елена Петровна раунд два будет. Ого, град, смотри. Ну, все по теме живых, то, что доказывает, показывает, что ты живой, ты там человек свободной воли, у тебя есть воля. Вопрос был примерно в том, что зачем это делать? Получается, что если ты свободен, то тебе не надо никому ничего доказывать. А так получается, ты ходишь, заявляешь. То есть, кому-то ты заявляешь. Даже как будто ты не свободен. Тебе нужно кому-то доказать, что ты свободен, чтобы тебя, там, скажем, метро... Не-не-не, действуем от обратного. Смотри, нас всех называют физическими лицами, гражданинами. Меня назвали так. Я думал, ну, раз называют, раньше думал, молодой был. Раз называют, значит, наверное, на самом деле так. А когда разобрался, понял, что это не так. И вот теперь я вот этот статус, навешанный ярлык гражданина и физического лица, я его опровергаю, что я не гражданин, я не физическое лицо. Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Вот в чем фишка. А не так, что ходишь и доказываешь кому-то, что ты живой. Хотя и всем так понятно, что ты живой, правильно? Ну, смысл медведя уходить и доказывать, что он медведь. Потому что он не просто хозяин тайги, а он медведь, понимаешь? Он идет и говорит, он там всех гоняет, но не из-за того, что они зашли на его территорию, а из-за того, что они считают, что он серый волк, а он говорит, да я медведь, сколько раз вам пояснять, я медведь. Пример хороший, да. Ну, вот как-то так. Более ясно, что кому-то нужно произнести, как в какой-то игре. Ты произносишь определенную кодовую фразу, и администратор тебя допускает в эту игру. Типа, я живой, кодовая фраза сработала, пожалуйста, входи, у тебя появились там какие-то новые права и свободы. Типа, я такой какой-то пример приводил. И ты мне писал, что ничего не понял. Нет, тут дело не в кодовой фразе. Если ты думаешь, что можно прийти и сказать это, ахалай-махалай, живой мужчина, бахалай-махалай, этого ничего не получится. Нужно соображать о том, о чем ты говоришь. Поэтому здесь так. Знания, сначала получаешь знания, потом осознаешь их, а потом применяешь на практике. Не наоборот. А то народ увидел, что посмотрел видео, уже мой мужчина, и пошел сразу в суд. А их там расклепали в два счета. С первой фразы сразу расклепают. Тоже на себе проверил. Ну, я не делал такие глупости, как другие вот эти, вот что-то услышали, пошли так по шаблону делать. Тоже изучал с одной источника информацию, с другой. Есть такие моменты, когда бывает, видео какое-то смотришь, вот человек объяснил, вроде понятно. Видео закончилось, ты сидишь и ничего не понял. Два, второй раз смотришь, третий раз смотришь. И когда такое происходит, я вспоминаю твою фразу, что как будто, ну, некоторые люди еще не готовы для определенных знаний. Так у меня тоже получалось несколько раз. Смотрю видео, если не понимаю, оставляю на потом. Там два-три дня, может, размыслив, может, неделю, и потом резко так, как щелчок приходит озарение, и ты как будто усвоил, понял этот момент, и пошел дальше. Да, медленно, зато потихоньку, основательно проходит. У тебя есть ощущение, что у тебя что-то не получается в этой жизни? Что-то не хватает? Что-то тормозит? Оно практически всегда. Да? Вот эту штуку сними с груди и перестань сам на себе крест ставить. Понимаешь? Сам на себе крест ставишь. Причем на самом важном месте, в солнечном сплетении. Там вся энергетика. А ты придешь и показываешь всем. Смотрите, я сам на себе крест поставил. Я, он, видишь, стараюсь все надписи, все ярлыки, все отрезать. Чтобы ни одного слова, ни одного надписи, ничего не было. Чисто. Ни колес, ни оберегов, ничего не ношу. Я чист перед творцем. Смысл мне защищаться, если за мной творец стоит. То есть, даже такие какие-то просто рисунки, они влияют? Конечно, влияют. И нас на подсознательном уровне тоже. А есть еще, кстати, вопрос. Ты же, ну это в финансовом плане, по поводу денег. Ты занимаешься, то есть все ходишь по судам, и так далее, людям помогая, что-то знаниями, делом. А как вообще, откуда берутся деньги, скажем так? Ну, у меня разные источники дохода. Народ помогает, плюс я еще программист. У меня резюме на 4 страницы еще лет 10 назад было. То есть, у меня профессий очень много. Здрасте. Подрабатываешь там, не на кого-то работаешь, на себя это. Да, ну я сколько? Уже 8 лет не работаю, а блогерством только 3 года занимаюсь. А монетизацию вообще только год назад включил. Вот и все доходы. Что там, 45, 69. Ну, к нам вроде нет претензий, да? Зашление. Кстати, до вашего прихода, буквально, ну, за 5, что ли, там какая-то сигнализация сработала. Да, это вот мы, когда только зашли, она сработала. На меня, что ли, сработала? Сигнализация. Нет, они куда-то там, на правое крыло на первый этаж ходили. Не знаю, что там случилось. Ну, вроде все в порядке. Что-то они спокойно среагировали. А давно смотришь мои видео? Ну, год, наверное, точно. Но не так, чтобы каждый день ничего нового там назад. Ну, смотри, Чалая тоже такая довольная, сидит, улыбается. Ну, она новенькая, да? Да, она год назад. Я ее подколол, вижу, говорю, поздравляю вас с назначением год назад. А она такая, я говорю, я. Ну, я показать в любом случае, например, и что она сказала? Ну, он говорит, давай, говорит, больше мне там, говорит, я, говорит, на лбу себе на лицу галочку. Да я прослушал, я заболтался. Я вообще, я вот так стою, и у нее шареж вылезал. Я такой, да ладно, либо у меня что-то, ну, слышится, она два или три раза это повторила. Да, да, да. Смысл, тебе надо на лбу дать? Себе, себе, говорит. Хотите, говорит, себе поставлю галочку на лбу. Блин, надо было соглашаться. Не, извини меня, я не дам добра на такое, я не хочу, чтобы человек сам над собой издевался. Вот это поход, вот это эффективно. Правда, Бурлузский опять забуксовал. То есть, что получается, это Чалая, короче, это по самовольному подключению, да, типа Матюшенко потерпевший, это вот за эту же тему идет, правильно? Да, да, да. Типа, он потерпевший, они, короче, загнали их в суд. Да, в суд. К Чалой. К Чалой, посначала посмотрела, да, ну, его нахрен, и, короче, этой королюк бить было. Да, да, да. А, еще чутка. Это ведущий юрисконсульт, который меня красивым вызвал. У тебя, если проблемы с кредитами, вон, субботний эфир, вот этот, 21-й, который, там, где-то, посередине, что ли, ну, можешь промотать, там, не знаю, где точно. Там одна женщина говорила, что безоплатно помогает людям закрывать кредит. Дала свои контакты. Благодарю. Напомню, как звать? Алексей? Алексей. Ага. Ну, давай, удачи. Счастливо. Да, все хорошо. Галочку, хотите, я на уму у себя нарисую? Так, я слышал, да, что ты, это, смысл этого... Три раза она, она, упустила, зачитался этой, закорючкой, буквой Z, Зорро. Я и думал, у меня было такое, думал сказать, давай. она почему-то на меня обращает внимание и мне закрывает. они втихаря это, там, за закрытыми дверями, в черных мантиях это, Zorro играет? таки, как вариант. Zorro же рисовал. Да, 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 я и говорю, Zorro. Возможно. Первый раз со мной сфотографировались по просьбе, индивидуально. Так-то толпой фоткались, а вот так, чтобы это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok